Рано утром в сквере имени Жукова собрались ветераны, школьники, представители военного гарнизона и просто жители города. Участники войны вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым возложили цветы к бюсту полководца, а после отправились на площадь памяти героев к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Глава региона, председатель ЗСК, митрополит, поклонились советским солдатам и офицерам, погибшим в годы Великой Отечественной, и почтили их память минутой молчания. Люди шли нескончаемым потоком к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти тем, кто не вернулся из боя. А по площади торжественным маршем Чиканя-Шак маршировали курсанты кубанских военных учебных заведений и казаки. От Вечного огня колонна отправилась на Всесвятское кладбище, рядом с главой региона ветераны. Вместе они возложили цветы к могиле героев Советского Союза, братьев Игнатовых, и к памятнику воинам, погибшим при освобождении Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. С каждым годом ветеранов войны становится все меньше живых свидетелей истории. Сегодня в Краснодарском крае их осталось чуть больше 8 тысяч человек. Сказывается возраст и старые раны. Но несмотря ни на что, каждый год 9 мая они в строю, так же, как и 72 года назад.